Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, тема самолетов сейчас всех на устах, и, конечно же, хочется понять, где был намек, где уже реальные будут поставки, и на что реально, действительно, мы можем рассчитывать в ближайшее время. Ну, необходимо сказать следующее, что любые наступательные действия, либо контрнаступательные, как угодно, они, в принципе, всегда планируются, исходя из ресурсов, которые необходимо привлечь, исходя из ситуации, которая есть на поле боя, исходя из ситуации, как она может развиваться в будущем, в ближайшем будущем, в среднесрочном будущем и так далее. И, соответственно, учитывая обстановку, которая есть на поле боя. Скажем, если мы исходим из всего, что я упомянул, и того, что на предыдущем Рамштайне было принято решение, и еще до Рамштайна, по предоставлению Украине бронетехники, а в дальнейшем и танков, то это один из элементов, очень важный, чрезвычайно важный элемент для ведения контрнаступательных действий. Второй элемент – это артиллерия дальнобойная и такие виды вооружений, как система «Хаймерс», оснащенная ракетами АТАК-МС баллистическими. И очень важный элемент в этом – это авиация, то есть поддержка с воздуха. Это абсолютно четко понятно многим аналитикам на Западе, военным на Западе, тем, кто планирует проведение различного рода военных операций, и тем, кто непосредственно привлекался к написанию доктрин, которые, в принципе, обозначают, как это вооружение необходимо использовать. Если мы посмотрим на сегодняшний день, что уже обещано, либо что уже предоставляется вооруженным силам Украины и Украине, это дальнобойная артиллерия, пускай без ракеты АТАК-МС пока что, думаю, что пока что, но все-таки надеюсь, что решение и об этом будет принято. Дальнобойная артиллерия есть, бронетехника и танки решения принято. Остается вопрос обучения и слаживания боевых подразделений, взаимодействия между собой и авиации. То есть это следующий компонент. Поэтому сейчас об этом все заговорили, потому что есть понимание, что для того, чтобы наступательные действия были эффективными и успешными, необходима поддержка с воздуха. Какие это могут быть самолеты? Ну, на сегодняшний день все чаще звучит информация о том, что это могут быть F-16. Причины почему? Потому что их произведено достаточно много. Это производство Соединенных Штатов. Их есть достаточно в мире, в разных странах. Также к ним достаточно много есть боеприпасов. Это ракет и бомб, которые используются этими самолетами. И у них есть достаточно развитая ремонтная база. Что очень важно при обслуживании и ремонте любой техники, авиации и так тем более. Поэтому чаще говорят об этом. Но я не думаю, что стоит исключать уже окончательно из списка. Любые другие варианты самолетов. Это могут быть и шведские Гриппены, могут быть и французские Рафаэли, либо Миражи. Еврофайтеры есть у Европы и так далее. То есть список, он в принципе не ограничивается только F-16. Что касается, на какой мы стадии, это хороший вопрос, поскольку мы сейчас вошли в очень активную стадию обсуждения и убеждения наших партнеров в том, что нам самолеты очень сильно сейчас нужны для реализации тех целей и задач, которые мы ставим. Это защита от наступления российских войск. И что очень важно для ведения контрнаступательных действий, для того, чтобы освобождать украинскую землю, которая незаконно оккупируется сейчас российскими войсками. Вот сейчас мы как раз на этой стадии. То есть все на стадии обсуждения. Но на самом деле есть достаточно интересный момент. Этот момент, он состоит в том, что летом предыдущего года, 2022 года, Конгресс Соединенных Штатов одобрил выделение порядка 100 миллионов долларов на обучение и подготовку украинских военных летчиков. В том числе, в первую очередь, это подготовка на самолетах F-16. У меня возникают очень серьезные сомнения, когда скептически настроенные люди, либо эксперты говорят о том, что это еще ничего не значит. В США, в стране, где любят считать деньги плательщиков налогов и, скажем, отслеживать их использование, просто так такие шаги не делаются. Очевидно, что они все-таки делались с прицелом на то, что подготовку украинских пилотов необходимо провести. И что F-16 такие должны появиться в Украине. Это просто вопрос времени сейчас. И вот именно переговоров в политической плоскости. Ну да, вы очень интересно упомянули про эти 100 миллионов, которые выделяли на подготовку. Это потому что заправить автомобиль и никуда на нем не поехать. А логично, как минимум. А у меня к вам вопрос. Вот мы все были свидетелями того, как формировалась танковая коалиция поддержки Украине. Очень было тяжело. То, значит, Шольц сказал нет. Польша сказала, раз вы не хотите, мы будем передавать без вашего разрешения. Потом Шольц сказал вроде да, когда Байден сказал, что поедут абрамсы. То есть мы понимаем, что вот этот страх быть первыми, он тоже не на последнем месте находится в этом вопросе передачи. Если мы говорим про авиацию, Алексей Резников вот в Париже сказал на встрече со своим коллегой министром обороны Франции о том, что он хочет, чтобы Франция стала лидером как раз по авиации, чтобы они первые передали самолеты. Вспоминаем фразу Макрона о том, что табу на передачу истребителей Украине авиации нету. Как вы думаете, может ли Франция в этом случае занять место лидера и первопроходца в поставке самолетов в Украину? По аналогии, как было в вопросе бронетехники и танков, когда именно Франция первая приняла решение поставить легкие танки в Украину и свои бронемашины «Бастион». И далее мы видели процесс, он тронулся с той точки, в которой находился. Ну, такая вероятность она есть. Вообще, достаточно интересно, поскольку если Франция примет такое решение, то это будет таким вторым важным решением для Франции не только сейчас в помощи в защите Украины от российской агрессии, но и в целом это можно будет сравнить с помощью, которую именно Франция предоставила в свое время Израилю, когда Израиль достаточно активно атаковали и когда Израиль нуждался в вооружении, тогда именно Франция приняла решение первое о поставке самолетов, как раз авиации, Израилю, что достаточно серьезно помогло им в защите под как раз тогда преимущественно советской авиацией, которая использовалась арабскими странами. Поэтому, если Франция примет такое решение, то они точно войдут в историю уже как государство, которое спасало не только Израиль, но помогло и Украине. Это достаточно интересный факт. Я допускаю, что Франция может взять на себя роль лидера в этом вопросе, хотя бы потому, что есть помимо высоких целей и идеалов защиты свободы и демократии, а все-таки, понимаете, для Франции это не чуждые понятия, у них устройство сейчас, вот их республика базируется на этих ценностях, и их лозунги, и гимны, и так далее. То есть, это один момент. Второй момент. Прагматичный. Прагматичный он состоит в том, что Франция, ну, она конкурирует за лидерство в Европе, особенно после выхода Британии, после Брексита, она конкурирует за лидерство, например, с Германией. Даже с той же Британией, которая тоже, скажем, предоставляет очень серьезные пакеты помощи Украине и продолжит это делать, но они все же хотят быть, скажем так, европейскими лидерами в этом вопросе. Это очень четко заметно. И из этих побуждений также Франция может предпринять определенное решение. Но я все же думаю, что без консультации с Соединенными Штатами и без консультации с европейскими партнерами в той или иной мере они не предпримут совсем уж односторонние шаги. То есть какие-то консультации, они все-таки будут. Я думаю, возможно, они уже и продолжаются. Но я не исключаю, что французы могут пойти на такой шаг. По крайней мере, мы видим, что как минимум о расширении помощи не в сфере авиации, но в предоставлении артиллерии, а именно 12 самоходных артиллерийских установок ЦЕЗА, было заявлено министром обороны Франции Лакорна. Поэтому мы видим, что Франция продолжает предоставлять очень важную и необходимую помощь Украине. И не исключено, что в вопросе авиации они могут сыграть очень важную роль. Ну, добавим, давайте, что Матеуш Моровецкий, премьер-министр Польши, совсем недавно сказал на канале ФНППЛ, о том, что Польша готова предоставить Украине свои самолеты F-16, но, как и вы говорите, Александр, нужно скоординировать свои действия с НАТО. Поэтому, да, ни одной и только Франции единой выступает сейчас инициатива о передаче техники. Ну, давайте дальше поговорим об ИПСО. Тоже, да, мне кажется, довольно интересная тема. Да, и вы знаете, мне хотелось бы спросить у вас, видите ли вы связь между взрывами на военных складах у друзей Путина? Между тем... Про Иран. Да, то есть то, что они Иран не называют, а на самом деле мы же понимаем, кто производит эти мопеды, эти беспилотники. Видите ли вы связь между тем, что в России старое вооружение, не точное, и больше пытаются живой силой забросать и остановить ЗСУ? И между тем, что появилось очень много вбросов, то есть это информационно-психологическая специальная операция, как они называют, ИПСО, появилось очень много вбросов в украинские медиа, в украинское медиапространство и в европейское медиапространство. Не является ли это прямой взаимосвязью? Нету оружия, нечем воевать, но будем давить и пытаться морально прищемить, либо же готовиться к чему-то еще. Вот поясните, пожалуйста, эту связку, если можно. Ну, всегда элемент психологической войны он будет присутствовать. Вообще, это отдельное направление в структуре российских вооруженных сил, даже не спецслужба вооруженных сил, ведение психологической войны, которая, конечно же, ведется именно способом распространения каких-то манипулятивных заявлений, пропагандистских, фейковых и так далее через информационное пространство. Собственно говоря, для этого Россия и создавала такие агентства, как Russia Today, Спутник и прочие, которые как раз свещают на международное сообщество. И очень хорошо, что многие европейские страны отказывают им либо в лицензии, либо закрывают, либо продление лицензии и так далее. Что касается сейчас этой ситуации, то мы видим, что Россия использует информационно-психологическое давление в том смысле, что они пытаются продемонстрировать, что они перехватывают инициативу и что ситуация развивается так, как хотят они по ихнему сценарию. То есть они готовы к наступлению, вооружение Украине не помогает, не справляется и так далее, и все равно они будут идти вперед и тому подобное. То есть это необходимо понимать, что это уже один из элементов так называемой ИПСО. Второй элемент это то, что они пытаются демонстрировать якобы вот такую, знаете, мнимую уверенность и рассказывать о том, что они будут там щелкать, как орешки, различные способы западного вооружения, но они сами же себя порой выдают, поскольку заметно волнение, которое возникает и истерика, которое выдает российских пропагандистов и некоторых деятелей, таких как Володин, Медведев и тому подобное, которые очень часто комментируют все, что они могут прокомментировать и все, что они там хотят комментировать, в том числе и предоставление вооружения в Украине. Поэтому это все мы наблюдаем на самом деле, это все сейчас наличие помимо этого еще развивается также ИПСО о том, что Россия пойдет первое наступление, западная техника никак не поможет Украине, и вообще вот смотрите, то вооружение, которое предоставляется в небольших объемах и не влияет на ситуацию на поле боя. Но это все разбивается фактами, поскольку если мы посмотрим на 2022 год, то более 50% той территории, которая была оккупирована российскими войсками, украинские вооруженные силы освободили. То есть это статистика, то, что у них сейчас есть небольшие тактические успехи где-нибудь в районе Солидара и то, за что они положили огромное число своих военнослужащих и вагнеровцев, это еще не означает, что они на самом деле имеют какие-то успехи. Но они это хотят выдать. Они опять же хотят это использовать в своей психологической войне. Поэтому, да, это продолжается. На это необходимо реагировать критически и понимать, что чем больше таких вбросов происходит, тем более это свидетельствует о неуверенности российской позиции в своих силах, несмотря на ту мобилизацию, которую они проводят, несмотря на то, что переводят свои ВПК или пытаются перевести на усиленный режим работы, скажем так, это все их выдает, несмотря на то, что они продолжают эти фейки и манипуляции распространять. Александр, мы обязаны об этом говорить, поскольку люди часто читают новости, нет времени проверять каждую информацию, поэтому спасибо, что вы пояснили некоторые основные ключевые моменты и сделали это в нашем эфире. Спасибо огромное, Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был в прямом эфире канала Freedom. Спасибо, Александр. Александр Мусиенко